Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня зайти во дворец Венеции, который находится на одноименной площади. На протяжении многих веков этот дворец был резиденцией пап, кардиналов и послов. Он был построен в 15 веке в самом сердце Рима. Фасад здания, архитектура, планировка, детали отсылают нас к основателю и первому обитателю дворца, кардиналу Петро Барбо, который позже стал папой Павлом II. Многие следующие папы между 15 и 16 веками подолгу жили в этом дворце, особенно летом. В том числе и папа Павел III Форнези, о котором я часто рассказываю на экскурсиях. Фасад дворца кажется суровым и сдержанным снаружи, как стены крепости, но попав внутрь, он открывается перед посетителем, удивляя красотой двориков и залов. Дворец Венеции представляет собой целый мир эпохи Возрождения и не только. Пойдемте, прогуляемся по дворцу. Парадная лестница. Эта лестница была построена в 1920-х годах. В Палацу Венеции раньше, конечно же, было несколько лестниц, ведущих на верхние этажи. Вот, например, в конце 15 века была лестница-кардоната, по которой можно было подняться верхом на лошади. Эту лестницу также называют скала Нова. Она была построена между 1924 и 1930 годами по проекту Луиджи Марангони. Марангони был вдохновлен архитектурой дворца 15 века. Даже сегодня многие на первый взгляд считают лестницу оригиналом эпохи Возрождения. Но присмотревшись поближе к травертиновым конструкциям, можно понять, что лестница была построена намного позже. Продолжение следует... По узкому коридору мы идем с вами в апартаменты Барбо. Это самые старые комнаты дворца, которые до сих пор рассказывают истории своего хозяина, кардинала Пьетро Барбо. Частные апартаменты кардинала Пьетро Барбо состояли из семи комнат и были построены после 1455 года. Залы и комнаты были дополнены и обогащены после того, как кардинал стал понтификом. Он вошел в историю под именем Папа Павел II. И в его частных апартаментах хранились коллекция монет и ювелирных изделий. В начале XX века было решено во дворце сделать музей Средневековья и Возрождения. Во время Второй мировой войны Бенито Муссолини сделал во дворце резиденцию фашистского правительства. Здесь же проходили заседания. После войны семь комнат вернулись в музейное пользование. Ох уж этот папа! Один из кардиналов рассказывал, что Пьетро собирался взять себе имя Формоз II, красавчик. Но его отговорили. И он вошел в историю, как Папа Павел II. Ходили слухи, что Папа Павел II перед выходом из дворца, перед появлением на публике, припудривал лицо. А папская тиара его была украшена драгоценными камнями. Но уж очень любил он роскошные украшения. Макет дворца. Мы выходим с вами на лоджию благословения. Лоджия была построена перед фасадом базилики Сан-Марко по заказу Папы Павла II вскоре после его избрания. Таким образом, он мог выйти на лоджию из своей резиденции и благословить верующих, собравшихся перед церковью. Отсюда можно насладиться одним из самых захватывающих видов на Викториано и Капитолийский холм. Также папа любил очень народные развлечения. Одним из его любимых развлечений был римский карнавал. Так вот, папа Павел II перенес его с Капитолийского холма под окна своего дворца. Так в Риме появилась одна из главных улиц – Виа-дель-Корсо, а в переводе с итальянского она звучит как улица скачек. Первоначально здесь была спальня Павла II. Деревянный герб папы Павла II находится у центральной стены. Работа приписывается флорентийскому архитектору и резчику Джованнино де Дольче. Изображен лев на синем фоне, увенчанный тиарой и скрещенными ключами. Говорят, что этот герб был найден в подвале дворца в начале 20 века. Комната попугаев Папа Павел II очень любил попугаев, которые в то время были очень редкой и дорогой птицей. И в честь них была названа комната. А сейчас попугаи живут во дворике дворца Венеция. Папа использовал эту и следующие комнаты для приема гостей. На стене находится работа неизвестного автора второй половины XVII века. Здесь изображен Папа Пий IV, передающий дворец в дар послу Венецианской республики. Глиняные копилки, которые размещались внутри кладки, они были найдены во время работ XIX-XX веков. Деревянный потолок, под потолком фриз, на котором изображены пути с гирляндами. Ниже медальоны и герб племянника Папы кардинала Марко Барбо. Верхняя часть, видимо, была выполнена во время понтификата Папы Павла II. Нижняя часть, скорее всего, после его смерти, потому что встречается герб племянника Папы. Следующий зал – зал подвигов Геракла. Деревянный потолок и фриз датируются 1467 годом. Верхняя часть фриза украшена пути. Здесь то же самое. Верхняя часть фриза была выполнена при Папе Павле II, а нижняя часть была выполнена после его смерти, его племянником, так как изображен герб Марко Барбо. Фонтаны с играющими амурами чередуются с подвигами Геракла. Пол, конечно же, был отреставрирован. Для его создания повторно использовали оригинальные севильские плитки, которые были восстановлены в XIX веке. Зал карты мира был построен Пьетро Барбо сразу после избрания его на пост Папы. Целью было расширить и украсить дворец кардинала до такой степени, чтобы превратить его в резиденцию Ватикана. Этот зал использовался понтификами для приема гостей до конца XVI века. Здесь, например, Павел III, Павел III, не Павел II, встречался с императором Карлом V. Потом с XVI по XVIII век зал использовали по-разному, а в XX веке здесь находился кабинет Муссолини. Рядом с камином у него стоял стол. Он работал здесь, принимал гостей, выходил на балкон и обращался к народу. Балкон я всегда показываю, когда мы находимся на площади Венеция. Сейчас под окнами дворца Венеция проходят работы по строительству метро Чи. В этом зале очень красивая люстра, потолок и, конечно же, напольная мозаика. Редактор субтитров А.Семкин. Стены представляют собой фальшивую архитектуру. Так кажется, что пространства в зале еще больше. Фриз украшен медальонами с учителями церкви. Учителями церкви называют заслуженных мыслителей, удостойных Ватиканом, почетным именем доктор или учитель. Потолок украшает герб Рима и Венеции. Мы переходим в зал сражений. Этот зал на протяжении веков вызывал восхищение известных людей, среди которых Моцарт и Рассини. Зал тоже был построен кардиналом Пьетро Барбо сразу после избрания его на святой престол. Цель была такая же – превратить дворец кардинала в резиденцию папы. В этом зале проводили заседания кардиналов. Последний из них датируется 1597 годом. Раньше зал освещался пятью большими люстрами, которые были привезены из Мурана. И зал называли «Залом пяти люстр». Но большую известность зал все-таки приобрел в XVIII веке. Именно под этими люстрами в 1770 году 14-летний Моцарт провел один из своих легендарных концертов. Украшения стен XV или XVIII веков утеряны. Все, что мы видим сейчас, было сделано в начале XX века. Колонны чередуются сложными нишами. Надписи содержат название сражений, которые вела Италия в годы Первой мировой войны. В честь этих сражений зал пяти люстр переименовали в зал сражений. Мы заходим с вами в третий большой зал, который является самым большим. Его длина 37 метров. Зал является самым большим во дворце и одним из самых крупнейших в Риме. Великолепно, как это была штурма заведеньяй. Воспри voiture зад beauty. Прим económ В центре каждой стены изображена крылатая фигура Славы, стоящая на земном шаре. Мы подошли с вами к уникальному экспонату, который датируется XIII веком. Если углубиться в историю, то люнет был создан в конце понтификата Иннокентия III. На позолоченной бронзовой пластине изображена мирта, головной убор и престол, окруженный бюстами пророков и апостолов. Это украшение было создано французским мастером, проживавшим в то время в Риме. Люнет был сделан для константиновской базилики святого Петра в Ватикане. В центре изображен огнец, символ невинности, непорочности, крутости и доброты. Также здесь изображена дверь Бога. Чтобы представить средневековую константиновскую базилику, давайте сейчас переместимся в комплекс Викториану. Там летом проходила бесплатная выставка, благодаря инсталляции, созданной с помощью современной цифровой технологии. Базилика святого Петра времен Иннокентия III появится на стенах и полу в одном из залах комплекса Викториану. Пойдемте, заглянем на минутку на эту выставку. Люнет будет изображен на очень больших стенах зала с очень высоким разрешением, где можно будет рассмотреть все детали, такие как дверь Бога, пророков, апостолов. Через изображение мы погрузимся в золотую частицу люнета. Во время перестройки константиновской базилики в эпоху Возрождения много того, что было создано веками с IV века по 1506 год, когда началось активное строительство нового собора, все было уничтожено. Украшения, которые заказывали папы, кардиналы, были полностью стерты. Представить, какая была константиновская базилика, можно только благодаря иллюстрациям в книгах и, конечно же, по сохранившимся фрагментам украшений константиновской базилики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся во дворец Венеции. Перед нами старейший сундук, который был обнаружен в конце XIX века, и датируется он X-XI веком. В основе украшения сундука лежит вечная тема добра и зла. И здесь же можно увидеть первородный грех Адама и Евы. К сожалению, крышка сундука была утрачена. Христос Пантократор Пантократор в переводе с греческого – «властный всемогущий». В левой руке спаситель держит свиток закона, а правой рукой благословит. Жест благословения, соединенный безымянной и большой пальцей, символизирует союз двух природ спасителя – человеческой и божественной. Шкатулка из слоновой кости украшена горельефами с историями о Давиде. Здесь изображены 15 эпизодов из жизни Давида – от рождения и до его коронации как царя Израиля. Мне очень понравилась деревянная скульптура святого архангела Михаила. Эта скульптура была выполнена в конце 15 века. Архангел Михаил наступил правой ногой на дьявола. Дьявол – получеловек и полуживотное. Он пытается схватить душу ангела. В чашу весов вцепился маленький чертенок. На этом фрагменте фрески изображен лик Христа. Фреска приписывается руке Беату Анжелико. Монах-доминиканец написал ее между 1445 и 1450 годами. В тот же период, что и фрески в капелле Никулино в Ватикане. Это была личная капелла Папы Николая V. В 1983 году монаха-доминиканца Фра Анжелику причислили к лику блаженных, а через год объявили его покровителем художников. Рождество Христа со святыми. Эта картина была написана во второй половине 15 века флорентийским художником Филиппо Липпи. Филиппо Липпи был известным итальянским художником, считавшимся вместе с Беатто Анжелико главным представителем итальянского искусства эпохи Возрождения. С ранних лет юного Филиппо поместили в монастырь во Флоренции, а через несколько лет он принял постриг, став фра Филиппо Липпи. В монастыре он участвовал в украшении капеллы в церкви, и этот опыт положил начало его творческому пути. Бюст папы Иннокентия X из семьи Памфили – это работа Александро Альгарди. В Палаццо Венеция находится несколько работ Альгарди, а этот бюст выполнен из терракоты и окрашен в белый цвет. На холсте изображены пять сыновей герцога Брачано – Вирджинио Орсини. Зал Альтовити. Здесь находится картина Джорджоны, впечатляющий потолок, созданный Джорджио Азари, и бронзовый бюст папы XVI века Пия V. Взойдя на престол Петра в 1566 году, Пий V за шесть лет своего понтификата показал себя как один из самых строгих пап. Он требовал не только от других, но и от себя соблюдения многих запретов, и даже говорили, что он хотел весь Рим превратить в один большой монастырь. На голове у папы Пия V – тиара, и одет он в роскошную мантию. Мантия украшена ангелом и богородицей. А на застежке – херувимы. Впечатляющий потолок. На фресках изображен миф о богине Церери, о богине урожая и плодородия. Фреска датируется 1553 годом, автором работы является Джорджио Азари. Великолепное фресковое убранство потолка 16 века, к счастью, избежало разрушения. Эта фреска не была написана для этого зала. Как она попала сюда, сейчас я вам расскажу. Флорентийский банкир Биндо Альтовити в 1553 году заказывает художнику Джорджио Азари фреску. Идея состояла в том, чтобы показать, насколько богатая и известная семья флорентийских банкиров проживала в то время в Риме. Первоначально фрески были написаны на потолке лоджии Палацу Альтовити, расположенного недалеко от моста Святого Ангела. Фрески оставались там до 1887 года. Потом дворец был разрушен, так как шло укрепление набережной Тибра. Фрески пришлось перенести на холсты, а потом и во дворец. И сейчас у нас есть возможность любоваться этой красотой. В центре овала изображена Церера, богиня урожая. Ее приветствуют и почитают. Искусствоведы рассмотрели некоторые портретные сходства на фреске. Два человека, отдающие дань уважения Церере, очень похожи на Биндо Альтовити, заказчика фрески, и Микеланджело Бонаротти. Два друга. Картина приписывается руке Джорджона, который написал ее в первой половине 16 века. На переднем плане мы видим юношу в задумчивой позе. Он придерживает одной рукой голову, а в другой руке держит апельсин. В эпоху Возрождения этот сорт дикого апельсина ассоциировался с Венерой. И благодаря кисло-сладкому вкусу еще он ассоциировался с чувством любви. На заднем же плане мы видим загадочного юношу. У него острый и насмешливый взгляд. В большом и длинном коридоре в витринах выставлена часть коллекции фарфора. фарфора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в этом зале настоящий аптекарский набор женского монастыря середины XVII века. Он состоял из 99 предметов, которые когда-то были найдены в аптеке монахинь в Монте-Фьесконе, недалеко от Витербо. Некоторые предметы украшены фигурой Святого Бенедикта, Святого Чудотворца Ордена. А в этом зале выставлена бронзовая коллекция. Дорогие друзья, сегодня я показала вам дворец Венеции, который был построен в XV веке. Этот дворец был резиденцией пап, кардиналов и послов. Если вы хотите самостоятельно пройти по этому дворцу, осмотр у вас займет приблизительно полтора часа. И с этим же билетом вы можете воспользоваться лифтом и подняться на смотровую площадку комплекса Викториано. Оттуда открывается прекрасный вид на город. А я на этом буду прощаться с вами. До новых видео, друзья! Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями. И при первой же возможности приезжайте в Рим. Я с большой радостью покажу вам этот удивительный город. Всем здоровья, мира и добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Рим. 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 Добро пожаловать в Рим.